Приветствую, друзья! Это Ньюсейдер, я Александр Кушнарь. Итак, очередная колонна России была разгромлена на Кураховском направлении. И еще один акт самоубийства, на которое отправились российские солдаты. Причем в количестве, как можно понять, ну как минимум рота, 9 единиц боевых бронированных машин и прочего бронехлама. Все это было уничтожено бойцами 46-й, отдельно механизированной бригады ВСУ под Курахово, куда россияне стремятся и уничтожают сотни и сотни единиц своей техники в последние месяцы. Естественно, каждый раз один и тот же результат. И тем не менее, на этот результат мы готовы смотреть для того, чтобы с одной стороны убеждаться в мастерстве украинских военных, а с другой стороны, чтобы убеждаться в провальной тактике россиян, которые, к счастью для ВСУ, не отказываются вот от этой самой модели войны. Модели, которая заключается в том, чтобы отправлять на убой, в лобовые атаки десятки и сотни единиц личного состава. Десятки и сотни единиц на самом деле чрезвычайно дорогостоящей и дефицитной военной техники. Ради чего? Чтобы взять еще несколько метров? Но даже эти метры в данном случае россияне не смогли захватить. А что они смогли отхватить? Вы увидите сейчас на своих экранах. Итак, внимание. Вот как сама 46-я бригада комментирует вот эти кадры. Цитата. 7 октября российские оккупанты прибегли к очередному штурму позиции нашей бригады. К нам выдвинулась полноценная рота, усиленная двумя танками, двумя БТРами и пятью БМП. Наша разведка сработала полностью качественно, заблаговременно обнаружив передвижение противника. По колонне было нанесено артиллерийское поражение, благодаря чему четыре единицы техники прекратили представлять опасность еще во время выдвижения. Другую часть российских жестянок, которые удалось таки доехать до наших подразделений, мастерски уничтожили пилоты ФПВ Камикадзе, а также расчеты противотанковых орудий. Говоря сухим языком армейских отчетов, противник не добился успеха и отказался от дальнейших действий. Ну а результаты боевой работы десантников 46-й бригады на ваших экранах, а точнее на земле украинского Донбасса в неприглядном виде. В виде органических удобрений, в виде кучи металлолома, оставшихся от оккупантов. Вот так вот с элементами сарказма комментируют бойцы 46-й бригады. То, что вы только что наблюдали на ваших экранах. Казалось бы, ничего нового, но все-таки кое-что интересное, я имею ввиду, именно примечательное и в некотором смысле новенькое здесь все же есть. Вообще говоря, редко увидишь, чтобы артиллерия в отражении российских штурмов играла более-менее равную роль с той ролью, которую играют FPV-камикадзе. Да, мы знаем, что украинцы, конечно, в первую очередь делают ставку именно на беспилотники-самоубийцы. Здесь украинцам равных нету. Они на голову здесь выше, но если не по количеству, то по качеству использования этих FPV-камикадзе по сравнению с россиянами. Так вот, то, что здесь сыграло именно артиллерия, показывает, что украинцев с артой все лучше и лучше. И лучше с точки зрения количества стволов и с точки зрения наведения на цель этих стволов. Ну и с точки зрения, естественно, координации работы этих стволов, то есть артиллерийских расчетов с теми же разведчиками, а именно вот с теми операторами, беспилотников, разведчиков, которые, конечно, должны работать синхронно с артиллерийскими командами. В данном случае давайте начнем с конца. Нужно понимать, что вот если получается наносить точные удары именно артиллерийскими орудиями по наступающей колонии, это означает высший пилотаж координации между глазами и, собственно, артиллерийским расчетом. Что это означает? Это означает, что соответствующий управляющий дронным беспилотником украинский разведчик должен срочно передать координаты целей вот тем, кто будет эти цели отрабатывать. Как это становится возможным? Ведь бой очень динамичен и, как вы понимаете, стоит замешкаться буквально на несколько секунд, как все развалится. Но, друзья, мы не будем забывать о том, что на самом деле у украинцев есть прекрасная специальная система, которая на самом деле объединяет всю картину боя и буквально в ежесекундном режиме дает реальную картину для всех. И таким образом, собственно говоря, вот эту буквально на глазах меняющуюся базу данных могут использовать вообще все подразделения. Таким образом, если что-то видит, скажем, определенный украинский оператор какого-то разведчика, это самое видят и все, и те же артиллеристы. Они буквально могут тут же получить эти координаты. То есть все сгружается в единую базу. И это как раз достижение. Достижение вот тех самых украинских уже айтишников, да. Это как раз то, что в сущности работает на уровне стандартов НАТО. Чрезвычайно защищенная система, разумеется, потому что эта система является нервной системой, вообще говоря, всей украинской военной машины. Без нее они не могли бы так оперативно наносить удары. Причем, что дронами, что ПТРК, что артиллерии. То есть это главное. Главное, чтобы, собственно говоря, то, что видят разведчики, все это видели бы и соответствующие ударные подразделения. Это азы этой войны. Но понятно, что на это никто давно уже не обращает внимания следовало бы обращать. Просто вот в таких случаях, как вот этот. Вот эта вот эффективно работающая специальная боевая управляющая система, ну если ее можно так назвать, она проявляется особенно ярко. И вот благодаря этой системе как раз и удалось поразить вот соответствующие колонны на подступах. То есть далеко от непосредственно линии фронта. Их наполовину уничтожили, пока они еще только ехали на боевое задание. А сколько доехало? Ну, как они говорят сами, пять штук доехали. А тут уже начинается работа беспощадных FPV-камикады. Один за другим они обрушиваются на российскую террористическую саранчу, не оставляя от нее ни клочка. Впрочем, в данном случае, надо заметить, обошлось без супердетонаций, которые вы так любите. Но, тем не менее, не проходит и дня, чтобы эти супердетонации не оказались на видео. Мы вчера показывали, как буквально один из российских танков при взрыве побил рекорд. Его башня при мощнейшей детонации поднялась в небо на 75 метров. Ну, а сегодня показатель поскромнее, но тоже, я бы сказал, достаточно яркий был финал вот этой конкретной БМП. Да, перед вами российская бронемашина, которая заканчивает свою жизнь, скажем так, не самым приглядным для россиян способом. Впрочем, он вполне может быть пригляден для украинцев и всем, кто переживает за Украину. Но интересно здесь и другое. Это то, что в данном случае был применен не FPV-камикады, был применен сброс. То есть, иными словами, более простое, может быть, в каком-то смысле средство поражения. Или, я по-другому скажу, более традиционное. Потому что говорить о простоте здесь вряд ли можно. Интересно и то, а что за снаряд использовался? Обратите внимание, что это не простой снаряд, это достаточно мощный снаряд. Это снаряд, возможно, в несколько килограмм. Он более сильный, чем то, что используют FPV-камикады. То есть, у FPV-шек у украинских обычно полтора килограмма. В данном случае, я думаю, килограмма два-три точно есть. А может быть, даже и больше. Какой именно дрон сбрасывал вот эту гранату, нам не сообщают. Но я не исключаю, что перед нами один из вот тех вот мегакоптеров, который принято называть Бабами-ягами. Баба-яга это дрон, который на самом деле впервые сделала команда Константина Мельника. Да-да, вот того самого Константина Мельника, который у нас часто появляется у нас в эфирах, для которого мы собираем средства, чтобы он построил как можно быстрее беспилотники, которые будут обманывать вражеские средства ПВО и охотиться за вражескими разведчиками. Это вот тот самый Константин, который начинал с дронов Дора и Вака. Вот эти самые, как раз таки, его первые дроны и были Бабами-ягами. Именно они изначально работали там, где россияне были в ужасе. Я говорю о херсонском направлении. И вот в этом самом ужасе они изобрели вот это название для этих дронов Баба-яга. Теперь Баба-яга, как видите, работают везде. В некотором смысле Баба-яга это и тот же дрон-вампир. Так вот, я не исключаю, что в данном случае перед нами работа вампира. Но на самом деле это не так важно. Важно то, что у украинцев есть еще и такие дроны. То есть не только ФПВ Камикадзе, которые один раз делал и они на один удар. Они, конечно, относительно дешевые, от 500 до 1000 долларов, но с другой стороны, вообще-то обидно терять по 1000 долларов на каждый российский танк. Пусть даже он и стоит от миллиона до 4 миллионов долларов. На самом деле, куда лучше сделать такую машину, которая будет работать многократно и многоциклично. Потому что, вообще говоря, война это вопрос ресурсов. Ну и зачем же растрачивать свои ресурсы, если у вас есть возможность сделать многоразовую ударную силу? Вот так и происходит в данном случае. Так что перед нами это не только пример, собственно, очередной, конечно, либо тысячи мы таких уже видели, как российские бронемашины, собственно, демонстрируют всю слабость советской инженерии. Но перед нами еще и сила украинской инженерии. Здесь интересно и другое, то что перед нами БМП-2. БМП-1 и БМП-2 это чисто старые советские запасы. У России именно вот такого рода бронемашин осталось не так много, они исчерпываются. У россиян в итоге будут только БМП-3. Почему это хорошо? Ну, БМП-3 будут у России постоянно только по одной причине, потому что Россия их производит с нуля. Это единственная БМП-шка, которую Россия может производить под ключ. Производит она их в небольшом количестве, покрыт свои потребности, точнее говоря, потери, которые она несет на фронте. Она даже на 20% не сможет, когда у нее закончатся запасы БМП-1 и БМП-2. При этом БМП-3 это самая плохая из всей российской линейки БМП-шек. Почему? Да потому, что она сделана как легкий танк, который Россия использует на передовой. А что такое легкий танк? Ну, вот представьте, дуло у нее большое. То есть ствол калибра 100 или 105 миллиметров. То есть это почти танковый снаряд. Представьте, сколько таких снарядов хранится в каждой БМП-3. В большинстве случаев БМП-шка даже не успевает их отстрелять, прежде чем ее уничтожают. А броня-то у нее слабенькая. Так вот, при слабой броне и куче боекомплект, которые она не успевает отстрелять, что дает? Правильно. Вот. Те самые супер детонации, которые мы с вами так любим. Которые уничтожают и саму машину без возможности ее восстановления. Что хорошо, опять же, с учетом того, что у России на самом деле ограниченное количество машин. Ну, и уничтожает, конечно, сам экипаж в этой самой машине. Так вот, друзья мои. Каждый уничтоженный БМП-1 и БМП-2, вот как в данном случае, это БМП-2 именно. Кстати, это произошло в Харьковской области. Это выбивание вот тех БМП-шек России, которые Россия не сможет уже никогда построить заново. И в то же время это те БМП-шки, которые на самом деле более устойчивы к вражескому огню, нежели БМП-3, которую Россия, единственную из всех линеек, может позволить себе строить. Вот, собственно говоря, и весь сказ. Так что Россия продолжает терять эту самую технику и эту самую живую силу, обменивая крайне невыгодным для себя способом огромную кучу своих наступательных сил на те жалкие клочки территорий, которые даже невозможно назвать завоеваниями. Потому что ни одного более-менее крупного города Россия не взяла за этот год. В общем, ничего, кроме сел, где когда-то жили до войны. Может, человек 50. Ну и поля, конечно. Если Россия считает это достижением, если Путин этим гордится. Что ж, ну флаг ему в руки. Скоро, я думаю, если украинская армия удастся провести срочные реформы и, собственно говоря, выставить те бригады, которые она сейчас готовит, я думаю, что Россия еще заплачет. Но это будет в следующем году. А сейчас Украине предстоит вынести еще около полугода тяжелейших боев. Впрочем, уже зима на носу, друзья мои. Думайте, почему Россия так спешит вот сейчас захватить как можно больше территорий? А потому что будет осеннее распутиться. Потому что будет грязь и слякоть, по которой не проедет российская военная техника. А россияне, привет-привет, будут мерзнуть в своих холодных окопах. И никто им не поможет. Потому что, знаете ли, зима, она и в Украине достаточно жестока. И она будет на стороне, конечно же, воинов Украины. А отнюдь не на стороне оккупантов. Они еще заплачут из-за того, что так спешили захватить все новые украинские земли. Потому что там, где сейчас россиянам придется остановиться, это ведь вот те самые поля, продуваемые, без каких бы то ни было укрытий. Ведь откуда в полях укрытия? Правда ведь? И это большая проблема. Зима станет очень серьезным фактором для обеих сторон, разумеется. Но особенно для россиян. Потому что им придется сидеть там, где, в сущности, нету никаких предварительно построенных укрытий. Я имею в виду там, где нету зданий, строений. Там, где нету укреплений. Где они могли бы, на самом деле, по идее, утеплиться и согреться. Нет. Это будет холодная украинская земля. Впитывающая в себя вот тот биологический материал, который пришел ее топтать. Друзья, напоминаю, мы сейчас ведем сбор на 10 дронов Mavic разведывательного типа. Для украинской команды из 47-й бригады ВСУ, которые ранее мы уже помогали аналогичным образом. Целевая сумма 29 730 евро. К полудню 7 октября собрано уже 14 тысяч евро. Даже чуть больше. Если вы хотите помочь этой команде как можно быстрее собрать средства на закупку этих очень важных дронов, которые спасут жизни украинским бойцам, вы можете сделать это, переведя пожертвования через заблаготворительную литовскую организацию Хаплон Фоундейшн, чьи реквизиты банковский счет и PayPal счет я привожу в описании к этому видео. Там же в описании вы найдете и ресурсы, через которые можно поддержать наш канал, который существует в значительной степени благодаря вашей помощи. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет. И суперспасибо от YouTube в виде отдельных кнопок под каждым нашим роликом. А теперь видеообращение от бойцов из 47-й бригады, которые рассказывают о своих нуждах. Мы бойцы 47-й окремой механизованной бригады потребуем для выполнения боевого завдания Mavic 3T, Mavic 3 Pro и Agrodron. Просим у всех небайдужих долучиться и хотим высловить окремую благодарность для подписчиков каналов NewsEder и Хаплон Фоундейшн. Слава Украине! Героям слава! Спасибо всем, кто помогает в ВСУ, друзья. Ваша поддержка бесценна. Тыл – это гарантия и залог успеха украинских воинов на передовой. Отдельное спасибо каждому, кто спонсирует наш канал. Он существует для вас и ради вас. Мира и здоровья всем! До скорого!